Тема номер 25. Истерии «Учителя поведали». Статья «Преждевременный феноменальный рост» Елены Петровны Блаватской. Годы воплощения на Земле 1831-1891 годы. Итак, статья «Преждевременный феноменальный рост». Один русский теософ в письме от ноября 1883 года пишет нам следующее. Петербургские и московские газеты уделяют много внимания чудесному росту ребенка, который был научно зафиксирован медицинскими газетами. В маленькой сибирской деревушке в семье крестьянина Савельева в октябре 1881 года родилась дочка. Ребенок, родившийся очень крупным, стал проявлять феноменальное развитие. И уже в три месяца у него начали резаться зубки. Пять месяцев у девочки уже были все зубы. В семь она пошла, а в восемь ходила так же хорошо, как любой из нас. Произносила слова, как двухлетний ребенок. А ростом была около ярда. Восемнадцать месяцев она хорошо говорила. Ростом была полтора рашина, более четырех футов. Без обуви. Была пропорционально сложена и более того, имела очень смуглое лицо. И длинные волосы, струящиеся по спине. Говорила, как двенадцатилетняя. И обладала грудью, развитой, как у девушки в семнадцать лет. Все, кто знает ее с рождения, воспринимают ее как чудо. Местная коллегия врачей из соседнего города взяла ее под наблюдение с научной целью. Мы находим подтверждение этого факта в московской газете, где к тому же приводится еще один пример столь же феноменального роста, недавно привлекший к себе внимание ученых. У господина Шроммейгера из Гамбурга есть сын, родившийся в 1869 году. Ныне мальчик тринадцати лет. Десятый ребенок в семье. С самого рождения он приковывал к себе всеобщее внимание своим сверхъестественно быстрым развитием. Оно не вредило, но, напротив, кажется, только укрепляло его здоровье. Всегда бывшее отменным. Через несколько месяцев после рождения его мышечная система увеличилась настолько, что в год его голос начал утрачивать детское звучание и поменялся. Его глубокий бас очень скоро привлек к себе внимание нескольких врачей. Вскоре после этого у него выросла борода и стала такой густой, что его родители были вынуждены брить его каждые два-три дня. Его детское лицо очень смуглое, постепенно взрослело, и в пять лет все незнакомые люди принимали его за двадцатилетнего молодого человека. Тело его было строго пропорционально и весьма изящно. В шесть лет он окончательно вырос и стал вполне развитым молодым человеком. Знаменитый терапевт профессор Вихров в присутствии нескольких ученых светил. Несколько раз обследовали мальчика и, как сообщается, когда сомневаться относительно его возраста было уже невозможно, выдал письменное свидетельство о том, что юноша целиком и полностью развит. Аналогичный случай имел место в грузинской семье в Тифлисе в 1865 году. 14-летний мальчик оказался совершенно взрослым человеком. Его поместили в больницу, где он жил под наблюдением государственных врачей, подвергавших его самым необычным экспериментам, от которых, вероятнее всего, он скончался в возрасте семи лет. Родители его суеверные невежественные люди несколько раз пытались убить его, воображая, что он был воплощением дьявола. В семье автора этого сообщения до сих пор хранится фотография этого бородатого ребенка. Два других похожих примера описаны в аналог медицины. Два кузена из одной деревушки на юге Франции стали отцом и матерью в возрасте соответственно восьми и семи лет. Такие случаи редкость, однако только с начала этого столетия нам известно более дюжины подобных примеров, подлинность которых достоверно установлена. Нас просят дать разъяснение по этому поводу с нашей оккультной точки зрения. Постараемся объяснить. Мы никогда не просим слепо нам верить. Мы лишь приводим свое личное мнение, совпадающее с мнением других оккультистов. Последнее утверждение, однако, требует небольшого вступления. Каждая нация и каждый народ имеет свои легенды и пророчества о неизбежном конце света. Более того, благочестивая часть цивилизованных христианских народов заранее разработала целую программу разрушения нашей планеты. Так множество людей в Америке и в Европе ожидают мгновенного разрушения нашей земли, за которым последует повальная гибель грешников и выживание немногих избранных. После этой катастрофы, уверяют нас, последние будут прислуживать Христу, который после своего второго пришествия будет лично править на земле тысячу лет, на астральном плане, разумеется, ибо физическое тело земли исчезнет. Магометяне рассказывают другую историю. Разрушению мира будет предшествовать приход имама, одно только присутствие которого вызовет гибель всего нечистого племени неверных. Обещанные небеса Мухаммеда спустят свою штаб-квартиру, и райские гурии будут прислуживать каждому преданному сыну пророка. Индусы и буддисты тоже дают свою версию. Первые веруют в калки Аватара, вторые – пришествия Майтреи Будды. Однако истинные оккультисты, будто восточные или европейские, последних еще поискать, располагают учением об этом явлении, которое они до сих пор держали при себе. Эта теория, основанная на верном знании прошлого и никогда не истекающей аналогии в природе, она ведет посвященного к предвидению грядущих событий, даже не принимая в расчет психические способности. Итак, оккультисты говорят, человечество ныне движется по нисходящей траектории своего цикла. Арьергард пятой расы медленно пересекает вершину своей эволюции и скоро обнаружит, что прошел точку поворота. И поскольку спуск всегда идет быстрее подъема, люди вновь приходящей шестой расы уже начинают появляться. Такие дети, воспринимаемые сейчас официальной наукой исключительно как уродцы, являются просто пионерами этой расы. В некоторых древних книгах Азии содержится пророчество, изложенное в следующих выражениях, смысл которых мы сможем прояснить, добавив несколько слов в скобках. И подобно тому, как четвертая раса состояла из красно-желтых, выцветших до коричнево-белых тел, так и пятая превратится в бело-коричневую. Белые расы постепенно темнеют. Шестые и седьмые, мануши, люди, будут рождаться взрослыми и не узнают старости, хотя век их будет долог. И как во времена Крита, Трета, Два пара и Кали эпох снижались качества, физические и нравственные, так в течение восходящих два пара Трета и Крита будет возрастание всех качеств. И как продолжительность человеческой жизни составляла 400 лет в первой Крита-юге, 200 лет в Два пара и 100 в теперешний век Кали, так и в следующей шестой расе естественный век человека будет постепенно возрастать до 200, а дотем до 300 и 400 в двух последних югах. Так, из вышеприведенного мы узнаем, что признаки расы, следующей за нашей, являются более темная кожа, сокращенный период детства и старости или иными словами роста и развития, которые в наш век кажутся весьма удивительными, непосвященным. Далее сноска. Семь кругов убывают и возрастают в своей продолжительности, как и семь рас в каждом из них. Так четвертый круг и четвертая раса самые короткие, тогда как первый и седьмой круги и первая и седьмая раса самые продолжительные. Намеки о будущей физиологии человека дают не только священные легенды Востока. Иудейская Библия, смотрите Бытие 16.4, подразумевает то же самое, когда говоря о допотопных расах, третьей раса, рассказывает, что те дни были на земле великаны и проводят большое различие между сынами Бога и дочерьми человека. Поэтому для нас, оккультистов, приверженцев знаний древности, подобные единичные случаи преждевременного развития являются лишь еще одним подтверждением окончания одного цикла и начала другого. Далее предлагается к ознакомлению выборки из Теосовского словаря, составленного Еленой Петровной Блаватской, терминов и определений, которые, в свою очередь, выше были использованы в комментарии авторам и которые ранее уже были представлены для ознакомления в предыдущих аудио-видеотомах настоящей серии материалов «Тайная доктрина». Калки-аватар, санскрит. Аватар белого коня, который будет последним манванторическим воплощением в Вишну, согласно Браминам. Майтреи Будды, согласно северным буддистам. Соси-оша, последнего героя и спасителя Зараастрийцев, по утверждению парсов. И праведного и истинного на белом коне. При его будущем явлении или десятом аватаре небеса разверзнутся и Вишну появится восседающем на молочно-белом коне с воздетым мечом, сверкающим подобно комете для окончательного уничтожения нечестивых, обновления творения и восстановления чистоты. Это свершится в конце Кали-юги, спустя 427 тысяч лет с этого момента. Упомянутый конец каждой юг называется разрушением мира, так как Земля. Земля изменяет при этом каждый раз свой внешний вид, затопляя одну систему континентов и поднимая другую. Майтрея Будда Санскрит То же, что Калки Аватар Вишну Аватар Белого Коня и Сосиоша и других мессий. Единственная разница заключается в датировке их появлений. Так, тогда как появление Вишну на Белом Коне ожидается в конце настоящего периода Кали-юги для окончательного уничтожения нечестивых, обновления творения и восстановления чистоты. Майтрею ожидают раньше. Экзотерическое или популярное учение, слегка отличаясь от эзотерической доктрины, утверждает, что Шакья Муни Гатама Будда навестил его в Тушите небесной обители. И поручил ему прийти оттуда на землю в качестве своего преемника по истечении пяти тысячелетий после его Будды смерти. В нашем времени это было бы меньше, чем через три тысячи лет. Эзотерическая философия учит, что последующий Будда появится в течение седьмой под расы этого круга. Фактом является, что Майтрея был последователем Будды, известным Архатом, хотя и непрямым учеником его, и что он был основателем эзотерической философской школы. Как показал Эйтель, статуи в его честь воздвигались уже за 350 лет до Рождества Христова. Мануши или Мануши Будды Санскрит Человеческие Будды Бодхисатвы или Воплощенные Тхианкоганы Юга Санскрит Тысячная часть Кальпы Век Мира которых всего четыре и ряды которых последовательно проходят в течение Манвантарного цикла. Каждой Юге предшествует период названный в Уранах Сандхья Сумерками или Переходным периодом. А за ней следует другой период такой же длины называемой Сандхья Нса часть Сумерек. Каждый из них равняется десятой доли Юги. Группа четырех Юг сперва исчисляется божественными годами или годами богов. Каждый такой год равняется 360 годам смертных людей. Таким образом в божественных годах мы имеем первое Крита или Сатия Юга 4000 лет Сандхьяс 400 Сандхьян Са 400 итого 4800 божественных лет. Умножим на 360 составит составит миллион 728 тысяч лет смертных. Второе. Трета Юга 3000 лет, Санхья 300, Санхьян Са 300, итого 3600 божественных лет. умножим на 360 составит 1 миллион 296 тысяч смертных годов. Третье. Два пара Юга 2000, Санхья 200, Санхьян Са 200, итого 2400 божественных лет. Умножим на 360 составит 864 тысячи смертных годов. Четвертое. Кали Юга 1000, Санхья 100, Санхьян Са 100, итого 1200 божественных лет. Умножим на 360 составит 432 тысячи смертных годов. Итого период 4 Юг в исчислении божественных лет составит 12 тысяч, что соответственно составит в годах смертных людей 4 миллиона 320 тысяч. Это называется Маха Югой или Манвантарой. Две тысячи таких Маха Юг или период в 8 миллиардов 640 миллионов лет составляет Кальпу. Последнее является лишь днем и ночью или 24 часами Брамы. Таким образом, век Брамы или 100 его божественных лет должен равняться 311 триллионам в элементальном минеральном и тому подобные царствах, через которые монада проходит на каждом отдельном глобусе. Термин цикл применяется только для обозначения циклического пути монадой вокруг всей цепи семи глобусов. Вообще говоря, теосовы применяют термин круг как синоним циклов космических, геологических, метафизических или любых других. На этом декламирование статьи Елены Петровны Блавакской «Преждевременный феноменальный рост» по теме 25-й из серии «Учителя поведали» завершено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok